Всем привет и прекрасное настроение! С вами Михаил Кудрявцев и сегодня... Ну че, Миш, ты меня звал? Мы... Зачем? Рассказывай для чего. У меня была идея сегодняшний ролик записать с Инной для того, чтобы мы могли ответить на один очень простой вопрос. И звучит он. Ин, какие у тебя любимые элементы? Что нужно танцевать мужикам? Со мной. Именно. Для того, чтобы ты получала некое наслаждение внутри танца. Ооо, это отлично! Наконец-то у меня есть возможность высказаться. Начну с ожидаемого, из банального. Я очень люблю повороты, но они необычные, не все, не простые. Я люблю вот такие повороты, когда я сама захожу в эту теневую позицию, сама проявляю инициативу и завожу руку на ОМОН. Вот. Вот это я очень люблю, потому что здесь прям вот как только мальчики у вас получатся со мной скрестить шпаги, будьте готовы, что я обязательно впрыгну вот в эту теневую позицию и сделаю вот этот поворот. Хорошо, Инна, а бывает ли у тебя любовь к этому повороту, когда он происходит, например, по принуждению? Ну, условно, да, мужик на входе кладет руку, нагибает тебя и заводит на это действие. Ты к такому относишься так? Тебе нравится? Ну, нет. Ну, условно, он не в числителе, он в знаменателе. Я люблю быть в... ну, сверху. Сверху, все. Мы теперь знаем, что ты не хочешь любить сверху. Я люблю быть сверху. Естественно, мне некуда деваться, это допустимо, что если меня нагнут, я нагнусь. И я как бы станцую, выкручусь. Хорошо, тогда у меня встречный вопрос. Смотри, мы то, что выяснили, что ты любишь вращаться в этой позиции в согнутом положении. При этом партнер, так или иначе, тебя ведет за твою правую руку. А что будет, если... Это я его веду. Хорошо, он тебе ведет. Я его же веду. Что будет, если он ведет решение, что он хочет тебя нагнуть вот таким вот образом? Ты тоже будешь кайфовать? Или же эта форма недопустимая? Да. То есть самое главное тебя нагнуть и провернуть? Да. Все. Супер. Значит, мужики, если вы танцуете с Интенковичем, вы ее нагибаете и вращаете, и она наслаждается. Супер. А может что-то здесь произойти? Только обязательно два, без одного не работает. Только нагибать... Два партнера должно быть? Нет, только нагибать и не вращать не получится. Понятно. Да. Вопрос. Что может вот здесь вот сделать партнер, чтобы вроде он тебя нагнул, провернул, но тебе не понравилось? Ну, не технично это сделать. Так, то есть техника важна. Обязательно. И что такое понимание? Итак, минутка техники. Самое главное в этом повороте, он сложный, да, чтобы мне было приятно, а не больно, как можно дальше завести руку, мою руку за корпус. То есть если партнер будет оставлять руку вот здесь, ну ни поворот не получится, и я просто свалюсь с баланса. То есть здесь очень важно, чтобы он не боялся завести руку именно вот туда, туда, посадить полностью. А ты можешь еще разговаривать? Конечно могу. Давай анекдот какой-нибудь. Встречается русский, немец, француз. Продолжим исследовать. Ну, как бы да, это не проблема. Так, хорошо. Значит, мы выяснили, а в левую сторону это любовь или это анти-любовь? Слушай, а в левую я не пробовала. Я тоже не разговаривала. Тогда нужно с этой стороны навязать. И другие скрестные руки, да? Другие шпаги, другие руки. Да, другие шпаги. Так. Ты нагибаешься, да? Я нагибаюсь. Ты сама меня заводишь. Да, завожу. Мы возвращаемся в эту сторону. По-моему, это не наша сильная сторона. Слушай, а это интересно. Все. Я же просто не разработала пока, да? Да, у меня новый вызов. У меня новый вызов. Мужики. Левый ОМОН. Не, я серьезно, я прям заморочусь. Девчат, кстати. Подожди, как вы перешли на девчат? Ну, потому что я хочу девочкам предложить этот, ну, как бы челлендж. Да, почему нет? Итак, девчат, а давайте такой, ну, как бы челлендж. Попробуйте сами. И вот, у нас есть проблема. На этом канале мужиков 85%, всего 15% девчонок. То есть, в основном, у тебя сможет мужская... Мужики. О-о-о. Мужики, попробуйте это провернуть с вашими девочками на сам пол. Что именно провернуть? Ну, провернуть левый ОМОН. С левой, за левую руку. По принуждению? По согласованию. По согласованию. В письменном виде? Можно в устной форме. Отлично. Значит, мы выяснили, да, что нужно Тенкович вращать, и мы сегодня выбрали форму. Она единственная или есть там на втором месте? Или неважно? Ну, наверное, остановимся и закончим на ней, потому что она интересная, прикольная, комфортная, приятная, и мне нравится. Хорошо. А если ты будешь то же самое делать, например, внизу, это true или false? Понимаешь, о чем я? Ну, я знаю английский, да, чуть-чуть. Нет, я не про это, я про то, что тебя наклонили сюда, да, и завели, подожди, подожди, давай, по принуждению, как ты любишь, да, и отсюда то же самое, но внизу. Ты к такому относишься как? Хорошо, положительно. Повороты, мы выяснили, что это твоя любовь. Что на втором месте? Или как? Второе место, окей. И на втором месте я люблю, естественно, теневые позиции, где я солирую, доминирую. Мы уже поняли, что ты любишь доминировать. Да, солирую, доминирую. Вот когда меня выводят в теневую позицию, когда я впереди планеты всей, это прям я люблю. Поэтому не прогадайте, если будете со мной танцевать, почаще меня выводите в эту позицию, и мы добьемся успеха. А мужикам нужно готовиться к тому, что если они выведут в такую позицию, что им ждать? Им паниковать? Ну, им, наверное, надо морально быть готовыми. Это первое, да, ко всем неожиданностям. Второе, им нужно мне довериться, то есть доверять тому, что я буду делать. Просто безоговорочно доверять. Давай, три варианта того, что, возможно, с мужиками здесь будет происходить. Или они вообще будут просто сзади ширмочкой красивой. Три варианта? Вот прямо сейчас навскидку, да? Без подготовки. Ну, давай, давай. Прям три, да. Без подготовки. Я переживаю, ребят, здесь немножко сзади. Вот, например. Так, вроде первый спокойный был. Я пережил, все хорошо. Ну, ты молодец, ты справился. Да, я опытный. Да, дальше, например. Например. Я не знаю, что мне приходит в голову какая-то. Просто, к чему нам готовиться? Так, это было два. Я выдержу еще как минимум один. Ниш, ну ты меня просто подставляешь. Да. Идея в том, что... Это вот из разряда просто вот, как взяли на расстрел просто. Я думаю, что сейчас половина моей аудитории, они мечтали бы быть на моем месте. Ладно, ладно, допустим. Допустим, хорошо. Мужики, я за всех вас. Ну, ладно, и ладно. Излюбленная, да? Излюбленная. Беспроигрышная, беспроигрышная, беспроигрышная. Мне надо держать себя в руках и смотреть вперед. Мне хочется. Вот, ну что-то типа этого. Фух. Короче, мужики, если вы хотите в моменте и кайфануть, и что вас немножко катило холодом, то ставьте Тенкович на передний слот. Так, Инна, расскажи сразу нашей аудитории, где можно, в принципе, тебя найти, чтобы подобное попробовать с собой сделать. В Москве, для начала. Где меня можно найти? В ВКонтакте, в Инстаграме. Пишите, обращайтесь, приглашайте меня на сам по. У нас есть первое, второе, давай, третье. Что бы ты еще? О, короче, третье. Третье, это просто самое главное, я люблю запрыгивать на партнеров. Так. При любых обстоятельствах и при малейшей возможности. То есть... Что? Давай, создаем какое-то условие. Ну, я не знаю, ну... Куда мне тебя вывести? Ну, вот, например. Вот вы меня покрутили, да? Так, вот, да, вот мы только что ее вращали. Снизу, повращай. Потом ты вот на меня так смотришь, да, как удафу на кролика. И типа хочешь меня поднять. Так. Ну, вот если... Было бы идеально, если бы ты меня сейчас... Давай представим, что я вот тебя в этой рамке провернул, да? И вот сейчас буду тебя поднимать. Да. Вот если ты меня сейчас поднимешь, дашь мне импульс чуть сильнее... Так. Я прям запрыгну. Ребят, я дам импульс, посмотрим, что из этого выйдет. Ну? Так, дальше мы будем в этой позиции, видимо, произойти. Так. Вот. Значит, ты запрыгнула. После этого что будет происходить, скорее всего? После этого мне надо... Мне немножко страшно. Мне надо слезть. То есть запрыгнули на свои костанька? Ну, естественно, да. Естественно. Слезать я люблю через руки. Через мои, через свои? Через свои. Слава богу. Но с помощью партнера. Здесь я рассчитываю, что меня партнер поддержит, а не уронит. Да, я рискованная. Я рискованная девчонка. Ладно, погнали. Так, мне что делать? Друзья, здесь что-то происходит. Да, я чувствую себя сурненным. Мне надо пустить, наверное, ее ноги. Да, я справился. Вторую ножку надо было придерживать. Простите, я тут прям переживал. Да. Я имею в виду, что твоя по совместительству партнерша. Да. Действующая еще. Ты живучая. Все хорошо. Да. Что еще, собственно говоря, я... Что это значит, да? Я же не только снизу могу... То есть правильно понимаю, если вдруг случайно с тобой какой-то партнер станцует вот этот вот колхозный вариант к себе, то есть шанс, что ты запрыгнешь. Сто процентов. Сто процентов. Короче, если вы берете условно партнершу чуть-чуть на ручки, то если это Инна Тенкович, то, скорее всего, она вас оседлает. Да. Это мне нравится. Так, хорошо. Я считаю, что это интересно, пикантно, и можно развернуть какой-то движ. Мы тут недавно писали с Татьяной один ролик, где мы рассказывали о том, что парни часто могут себе позволить внутри каких-то элементов лапать партнершей. Да? А как ты вообще к этому относишься? Прямо минута славы моей. Я люблю касаться, не лапать, ну ладно, хотите использовать это слово, мужчин. В плане того, что если вам можно, то я считаю, что здесь должно быть первонаправие, а женщина тоже должна использовать это максимально. И тут, минуточку, то есть ты считаешь, что когда мужики лапают партнерш, это норма? Ну, где лапают? То есть важно здесь, да? Естественно. Ну, давай, сиськи, пупа. Я не верю, что мужики прям вот так берут. Прямо серьезно. Вот сразу видно, что ты никогда еще не смотрел этот ролик, я обязательно покажу. Мы там показывали примеры. О, меня Танька научилась, сейчас я точно буду ходить на моем месте быть. Когда мужики заводят партнерш на американку и дальше вращают, делают вот так. Я ничего не почувствовала. Бесчувственное. Нет, ну серьезно, я честно не почувствовала. Если вот так, я считаю, что я, видимо, может, не обращала даже внимания, я этого не чувствую. Ты игнорируешь. Да, вот такие малейшие касания, если бы вот так вот сделали, я бы почувствовала. Мужики, вы спокойно можете танцевать с танковой, сейчас я вам сегодня ничего не почувствовала. Дальше. Эти, вот в американке, ну, то есть для меня это погрешность. Погрешность. Ненамеренная, ненамеренная погрешность человека, да. Он, косоглазие там, не знаю, дальнозор. Другие проблемы, да? Да, да, да. На полшестого там, да, я понимаю. Окей, мы разобрались с тремя моментами, я тебя перебил, ты переходил, по-моему, к четвертому. Или уже начала про него говорить что-то? Нет, ты справил ей ничего, мы просто сейчас, я заикнулась о том, что я в свою очередь, всячески вот, мы уже, мы же уже с тобой писали этот контент на тему сексуальности. То есть я прям люблю, когда вот этот контакт есть постоянный, контакт. Идеально, можно закручивать, не совать столбовую хасту, просто поешь, она здесь крутится, главное не уронить ее, это будет очень странно, да? Супер, то есть четвертый тип действия, когда есть мужик, и он не сильно потный, и ты можешь его пощупать. Он кайфанует, ты насладишься. Мне кажется, это уже лишнее, она просто наслаждается. О, кстати, вот если бы давали возможность партнершам самим, да, здесь вот попендриваться, смотрите, как много интересного всего, девочка может станцевать без вас, мальчики. Просто, чисто, вот, все, полторы минуты, первое место. Алексей Ратункович. Так, хорошо, четыре, мы хорошо пока идем. Есть что-то еще, чтобы прямо на тебя ух и возбуждать? Райды, райды. Я люблю кататься. Как? Естественно, самый прикольный райд, это когда из поворота, например, да, вот вы вращали, 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 а потом я так, хоп, и все. Дальше я могу хоть так, вращай, вращай. Да, нужно. Да, хоть так, хоть так, хоть так. Потом выявила мальчика самого. Прям я должен всгорячиться? Нет? Да, вот, это мой любимый райд, потому что, опять же, я его сама контролирую, я сама думаю, решаю, когда я хочу его вставить, поэтому вот этот райд люблю. В принципе, люблю любые райды, абсолютно любые. То есть даже колхозные. Даже колхозные, потому что я здесь, как бы, если я вижу, что мужичок такой сильный, то все, я... Я надеюсь, она про меня. Конечно. Так, покатай меня большая черепаха, это называется. Весь от мужичка уже деградирует до черепахи. Ну, а я терпеть не могу, когда мужчины заводят свои райды, ну, то есть, мужские райды я терпеть. То есть ты не любишь, когда надо тягать, когда надо быть такой ломовой лошадью, когда он большой за 100 килограмм? Я вообще сейчас не понимаю вот этой, ну, как бы, красоты этих элементов, потому что, ну, девушка, она в состоянии хрупкое создание, правильно, нежное, красивое, и тут ей приходится, ну, вот давай. Я должен как-то сказать. Да. И вот здесь вот ей приходится вот так вот бежать, как, ну, я просто в это не вижу эстетики, мне кажется, что это нужно исключать. Исключить. Вот, по минимуму использовать. Сейчас меня закидают помидорами, тухлыми яйцами. Ну, может, все? Или еще продолжим? Не знаю. Ты еще есть что-то, что тебе нравится? С райдами. Можешь, например, сказать, что тебя бесит? А я же что? У нас здесь полная карбана. Так, все? Типа катать не люблю, и все. Ну, я подумаю, что тебя раздражало за все эти годы? Райды не люблю, да. Уже не любишь? Ну, в смысле, мужские. Мужские райды не люблю, да. Что меня еще могу писить? Давай, там же. Меня? Да. Хорошо. У меня, ну, как, наверное, многих глаз народа, женский глаз, мне очень нравится, когда мужчина начинает очень много танцевать в своей сольной хореографии. То есть, когда он тебя постоянно куда-то ведет, перенаправит? Нет, это когда он тебя ставит, вот, как меня, а дальше... Типа, он такой, да, весит с себя. Да. Это минимум, это лучший случай. А как бы обычно там и влево, и вправо. И девочка, как, знаешь, как этот... То есть, тебе не нравится такой тип хореографии, когда мужик сюда и сюда двигается? И так восьмерок пять. Ну, условно. Потому что ему просто там ресет надо было нажать, чтобы он перезагрузился. Вот так? Ну, я не знаю, там у каждого свой ресет, кнопка находится. Ну, я не знаю. Конечно, понятно, тебя бесит, когда он слишком долго на переднюю слоту, а ты там где-то у ширмы. Да. Так, понятно. Да. Я считаю, что это не по-партнерски. А бывает момент, когда ты прям психанула какой-нибудь и куда-нибудь его завела? Вот, не знаю, он там дрыгается восемь восьмерок, да? Ты прям такая, я больше не могу терпеть. Нет, нет, нет. То есть, ты терпишь до последнего. Я, да, я терплю, я стараюсь быть выше этого. И в данном... Ну, в таких случаях я... Ну, окей, как бы. Хорошо. А если с тобой партнер танцует, скажем так, там, чистопроводный дискофог, прям, база, там, сменки, американка, раскрытие, снова американка, снова микрофага. Бесит, 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 очень сильно бесит. Потому что я уже... Ну, смотри, я сейчас же говорю только про уровень, ну, как бы, старт чемп, да, правильно, я же не буду... То есть, всем остальным надо выключить, да, эту передачу? Нет, ну, давай конкретизируемся. Я же не буду требовать... Еще раз, посмотри, у нас условно, да, тебе написали... От каждого по возможности и способности. Способностям, да. Если я знаю, на что способен человек... А если, ну, не знаю, из Красноярска, ты его не видел. Ну, мы с ним один раз потанцуем, я так на него посмотрю, и я все пойму. А этот раз-то как ему быть? Нельзя американить? А этот раз нет. Этот раз как первый секс, можно все. Так, то есть первый раз нормально. Нормально. А на второй уже надо... Простительно все. Понятно. Не даже... Один танец точно можно, а дальше... А дальше... Ну, смотрите, у меня... Вот такая вот инкуляция. Значит, элементы любимой закончились. Все остальное как бы, ну, есть, есть, нет, нет, да? Да, все остальное плюс-минус однообразно, одинаково. Хорошо. Мы много раз наблюдали, как, да, ты попадала в паре с Хитяновым, да, Сергея? Давно, кстати, не попадали. Он тебя куда-то там запихивал, как-то проворачиваешь. Акробатика, ну, я вообще люблю акробатику, я и говорю, поэтому самое минимум, что можно со мной станцевать из направления акробатического, это когда я запрыгиваю на партнера и дальше там куда-то, чего-то где-то переворачиваюсь. Ну, в принципе, если он тебя берет, переворачивает и ставит, ты к этому хорошо относишься. Я к этому, да. Всегда готова, всегда хорошо. Главное, чтобы в этот момент ты головой вниз не летел, нет? Да. Или это тоже рассматривается? Нет, ну, это не рассматривается. Это, но я об этом не думаю. Ну, то есть я верю, доверяю. Я и прошу партнеров, чтобы они мне доверяли, когда я пытаюсь взять бразды правления, да, я же вам доверяю безоговорочно, вы мне, пожалуйста, тоже доверяйте. Вот. Хорошо. Что еще бесит? Может, не знаю, когда мужик там потными ладошками или он воняет, или еще что-то. Нет, это, слава богу, уже ушло все у нас. То есть ты просто перестал чувствовать? Нет, нет, я просто к тому, что у нас все-таки как бы мужчины стали красивыми, чистоплотными. Так, а когда это наступил момент? Дата, время? Не знаю, наверное, лет пять назад. То есть когда АСХ ввел моду на православные костюмы? Ну, наверное. То есть ты поддерживаешь АСХ? Поддерживаю. Все. Ну, мы поддерживаем АСХ. А, у меня так говорили. Ну, подождите. Мы просто общаемся. У нас новый формат, мы можем вообще что-то делать. Главное в чем поддерживать. Здесь поддержка, она же не безоговорочная. Безоговорочная. Это вообще безоговорочного ничего не бывает. Только гарантии бывают банковские. Подождите, ты только что говоришь, что ты доверяешь мужикам, и безоговорочно их как бы доверяешь. А теперь говоришь, что банковские. Черт, да. Так нам что делать-то? Да, ладно, мужикам доверяю. Кредит брать? Ладно, мужикам я доверяю. Все, наша аудитория спокойная. Мужикам доверяю. Помним, да? Но после первого танца возможны варианты. После первого танца просто спрос. Спрос больше. Хорошо. Так, есть что-то, что мы должны были с тобой проговорить для нашей аудитории, чтобы они когда тебя увидели, пригласили, с потными ладошками. Ты знаешь, кстати, что многие прям переживают тебе подойти, там, написать? Знаю. Не бойтесь. Не надо бояться. Я вообще очень миролюбивый человек, очень открытый, добрый, очень добрый человек. Поэтому не стесняйтесь, пишите, потанцуем. Да. Темпа, вопрос? Вопрос был, я все хочу из тебя достать что-то, что тебя бесит. Вот прям мужик с тобой это сделал, у тебя... Мы выяснили, что когда тебя условно трогают за условно интимные места, ты просто игнорируешь, ты не шум. Да? Я думал, что тебя это бесит. Оказывается, нет. Ну, потому что я же говорю, что меня вот так не трогали. То есть... Вот так тоже меня не трогали. А вот то, что ты покасательный, вот это вот, если где-то когда-то в американке, ну, это, видимо, настолько... У меня тут броня. Броня. Серьезная. Понял. Да. Что, что может меня прям, ну, прям бесить? Да нет, я же говорю, я очень много. А, возможно... Я сейчас девочка? Гипотетически, да, ты девочка. Когда партнер меня вот начинает вот так вот всячески клашматить, разворачивать, потом вот так вот заворачивать. Вот когда... То есть ты не про жесткость, да? То есть жесткость это не твою, тебе надо прям мягенько... Нет, мне надо просто поведение, опять же. Мы сейчас говорим о правильности, о технике. А вот я себе сейчас тебя просто руками... Ну, подожди, мы же знаем, что внутри видения есть видение руками, да? Ну, правильно. Оно же не вот такое вот, вот когда вот такое происходит... Жесткость мне не нравится. Да, такое происходит, да, такое происходит, бывает. Я этого очень не люблю. Так, а как ты относишься к мужикам, которые, знаешь, танцуют, это типа, и, ну, я так рад себя видеть, я такой мягенький, такой хороший, давай выйдем раскрыть, а потом... Сука, иди ко мне сюда. Ах ты, блин. Как ты к такому относишься? Знаешь, он как периодически психует во время танца. Ты такого партнера к какому? Типа, ты ублюдок, иди отсюда, чтобы я тебя не взяла. Хорошо, если вот вдруг вот он меня так размягчил, да, расположил к себе, а потом иди сюда, то дальше я включу как бы ее самую. И ты снова переберешься в числитель, да? Ну, не даже, либо в числитель, либо я буду очень жесткой. То есть я прям себе так руки поставлю. То есть после этого он уже на тебя не сможет, да, сказать, что я тут мягенький, давай гарнируйся адекватно. То есть ты все будешь прям рыбаком, да? То есть одного раза достаточно, чтобы после этого ты не доверяла. Да, да. Я не нужно доверяла, я чтобы поняла, как с ним взаимодействовать, и, собственно говоря, внедрять. То есть если он тебе показал свою серую комнату с 50 оттенками, ты будешь знать, что у него она есть, да? Опять же, никто не говорит, вот ты неправильно подбираешь 50 оттенков, и серая комната, ну, там как бы... Под серой комнатой я красную подразумевал. Ну, красную комнату, там, ну, как бы, в принципе-то нет ничего плохого. Я не говорю, что плохое, да, я наш цвет сразу перепутал. Ну, хорошо, я думаю, что вы сделали свои выводы. Ну что, давай подводим какие-то логические моменты, связанные с тем... Окей, первое. Очень важно, да, возвращаемся с небес, как говорится, на землю. Первое. Это очень важно, чтобы партнеры со мной танцевали максимально технично. Я танцую, стараюсь всегда, прежде всего, в углову угла ставить технику, и считаю это самым главным. И вы должны понимать, что взаимодействие, ведение и техника, работа тела в тех или иных элементах – это самое важное, это самое главное во главе угла. Это первое. Я загнул пальчиком. Ой, хорошо. Второе. Все знают, что я не просто хорошо вращаюсь, а я люблю это делать, я люблю. А танцы мы танцуем для чего? Для удовольствия. Ну, так вращайте меня, ну, вращайте меня. Чем сложнее элемент, ну, поворот, тем интереснее, правильно? И, естественно... И разогнулся. Да, естественно, естественно, чтобы получить максимальное удовольствие нам обоим, вы должны, партнеры, уметь это делать. Отматываем назад, смотрим предыдущие ролики, где мы об этом. Да, у нас есть на канале, там, топ, по-моему, 50 ванфуд спин, где Инна во все возможные варианты заходит и вращается. Так, соответственно, райды. Это то, что я люблю, потому что можно покататься. Райды вас не надо, пожалуйста. Ты имеешь в виду мужские райды, а девочку катаешься. Я загнул пальчик. Это со мной, с другими девочками, как бы я бы сказала только свое личное мнение. И все, что связано с акробатикой, которая может реализоваться в моменте, тоже welcome. Как минимум, это запрыгивание на партнера и... Четвертый пальчик. А, и подбрасывание еще. Остался самый важный. Еще подбрасывание. Надо что-то прям вот вспомнить. Спокой или хорошее? Ну, ты сама выбирай. Пальчик может быть вот так, а может быть и вот так. Теневая позиция. Теневая позиция. Где я реализирую, доминирую и главенствую. Отлично. Ну что, друзья, мы только что узнали какие-то пожелания от Инны Кинакович. Поэтому, если этот ролик вам понравился, такой формат, в принципе, для вас показался интересным, то обязательно лайкос. Напишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что сегодня Инна проговорила. Возможно, вы прям готовы доказать ей что-то другое. Главное, главное, жертву новую выберите. Вот для вот такого разбора. Не, я серьезно. И не обязательно девочка, ладно? Не обязательно девочка. Ну что, друзья, мы были с вами. Надеюсь, вам все понравилось. Еще разу палец вверх, подписка на канал и обязательно колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые выпуски. Тебе огромное спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...